Мы с Лёшей собрались в ресторан. Как называется ресторан? Фостерс, по-моему. Ой, у нас наконец-то совместный выходной, да? Сколько у нас месяцев? Вообще не было выходных вместе. И мы по этому поводу решили гульнуть в ресторане. Сейчас Лёша меня покажет, как я вырядилась. Лёша, у меня хорошо видно? Да. Вот как я нарядилась. Так что сегодня мы вам покажем ресторан. Может по дороге сейчас ещё что-нибудь скажу. А то в последнее время у меня вообще видео неинтересные. Видимо, никто не смотрит. Может это вам будет интересно. А сегодня с утра была плохая погода, но дождь прошёл, всё. И всё. И снова уже стало тепло. Мы поехали. Так давно мы не ездили, так давно я снимала видео, как мы куда-то поехали. Вот что значит работать, да? Когда мы работаем, всё, жизнь прекращается. Мы только вот здесь либо работаешь, либо живёшь. Да уж. Поэтому молодые так не любят работать, да ведь. У меня тут такое случилось. В общем, один мужчина разместил одно моё видео, которым я там отвечала на вопросы. И у меня там такая тема была задета, что, в общем, очень многие наши молодые девушки, в общем, не хотят ничем не заниматься, не работать, не учиться. А мечтают только как бы себя подороже продать, ну, то есть выйти замуж за спонсора и жить. И вот я там затронула эту тему, и один мужчина в Фейсбуке выложил, значит, это моё видео. Господи, как меня там обсирают. Я подозреваю, что это эти девушки как раз меня там и обсирают, да, Лёша? Наверное. Скажи, вот что ты на эту тему думаешь? Почему такая, такой просто вот шквал вот такой негативной эмоции? Потому что этих девушек здесь, в Испании, по-моему. Вот, а мне они пишут, что ничего не правда, что, значит, это я всё выдумала. И знаете, что они мне написали? Вот ты, говорит, старая, типа неудачная, значит, у тебя отношений с мужчинами нет, типа тебе молодые на пятки наступают, и ты злая старая тётка, поэтому всё такое наболтало. Лёша, скажи, я злая старая тётка? Нет, ты замечательная, добрая женщина. И что, и у меня всё нормально с отношениями, да? И у тебя, во-первых, ты красавица. И я вам скажу, молодые девочки, дай-то бог вам выглядеть в 50 лет, как выгляжу я. А девочкам я этим скажу, что до того, как познакомились с тобой, у меня были уже опыты с такими. Да? Потому что этой заразы, которая так как я буду называть своими словами, полно. И им нужно не отношения нормальные, как у меня с моей любимой женой Таней, а им нужны только от мужика бабки, квартира и больше ничего. А для того, чтобы мужику это нравилось, они изучают все возможные, извините меня, позы для работы в постели. И ещё они думают, что если они себе накачают жопу, накачают течки, да, накачают губы, то почему-то им обеспечено… Слава. Нет, не слава, а обеспечен богатый мужик, который, значит, их за это будут содержать. Вот ты расскажи, вот ты сейчас ездил, много русских туристок с накачанными губами? Нету, нету. Нету сейчас? Сейчас нету. Поехали, потому что поехали категории людей, которые, ну, недостаточные средства. А вот в начале сезона? Да, в начале сезона были такие очень. Так я тебе вообще про сезон говорю, а не про сейчас именно. Вообще, вот эта тенденция девиц с накачанными губами увеличилась ведь, да? Увеличилась. Ну, вот, знаете, я на ресепшен вот работаю, и у нас там есть мальчики молодые, каталанцы. Они, когда наши русские такие приезжают, девушки с такими губами, они потом ржут, мы их заселяем, а они потом сидят между собой и ржут, и обстирают вообще, что, что это, говорит, такое, изображают. А ваши водители как к этому относятся? Пута ворота. Пута ворота. В общем, как-то вот, понимаете, я в том видео хотела сказать, что ценности все поменялись настолько, что не ценно ни любовь, ни дружба, ни какие там отношения, ни семья не ценно. Вот ценно вот только вот это вот потребительское вот это желание иметь какие-то шмотки, которых я не понимаю даже смысла, что за радость вот это купить за 200 евро какую-то шмотку, и что у тебя от этого мозгов, что ли, добавится, или что ты от этого лучше станешь, что ли, я не знаю. То есть вот заместилась вот это, вместо того, чтобы девушка развивалась, училась, искала профессию, чтобы быть самодостаточной, самообеспеченной, она занимается тем, что губы себе накачивает, и еще вот они вот сидят вот все вот в этих соцсетях. И как только появится здравомыслящая женщина, которая начинает говорить, что девочки, пожалуйста, будьте самостоятельными, сами зарабатывайте, так надо кидаться и жрать ее. И вот знаете, вот все эти комментарии, они не направлены против того, что я сказала. Они только все направлены против моей внешности, против там моего голоса. Леша, у меня занудный голос? Нет. У меня нормальный голос. Еще и настрочили, что у меня слабый словарный запас. Знаете, я тут с Лешей ездила как-то на экскурсии, Леша меня возил, и там экскурсоводы были наши молодые девушки. О! Слушайте, это был позор. То, что вот я слышала, это... Это стыдно вот даже. Вообще стыдно, что такого человека ставят экскурсоводом. Я не знаю, двух слов связать не может, ничего рассказывать не может. С одной темой на другую скачет. Начнет предложение, даже закончить его не может. А вы мне будете писать, что у меня слабый словарный запас, и что меня тяжело слушать. Меня вот возмутило, конечно, это очень. Но я понимаю, что это все было написано именно для того, чтобы меня возмутить. И все это совершенно неправда. Я решила с вами поделиться. И еще я тоже хочу сказать, что да, конечно, то, что люди открывают канал, и как бы это да, на самом деле это от те желания как-то поделиться с людьми, когда у тебя недостаточно общения. Ну, недостаточно, да. Я признаюсь, что у меня недостаточно общения в Испании, потому что я так и не нашла здесь себе подругу. И что-то в связи с последними событиями. И неохота особо искать, да, Леша. Мы с Лешей решили даже, если с кем-нибудь познакомимся, даже в квартиру никого не пускать, да. Будем ходить в баре, общаться и все. Ну, как бы, как сказать, меньше знают и крепче, как спят. Лучше. Ну, вот. Ну, мы уже подъезжаем. Подъезжаем. Немножечко вам дорогу поснимаем. Это вот у нас называется фейерверк. Вот эта статуя. Павориаль, да. Павориаль? У него было называют Павориаль. А, так это тогда королевский павлин Павориал. Да, его видят эту штуку, не верят, что это фейерверк и говорят, что это павлин. Ну, да, больше, конечно, на этого похожа не павлина. Вот сейчас мы проезжаем наш любимый китайский ресторан. Но мы сегодня, вот он как раз вот тут сейчас будет. Китайский наш ресторан. Вот он, прошу проезжаем. Ну, мы решили сегодня, что мы должны сходить, покушать американскую еду. Очень вредную. Ну, очень вкусную. Вот он у нас называется Холливуд. Фостерс Холливуд. Так, я, конечно, заехал через заднюю сумму, через 1 утро и заехал на кирпич. На кирпич заехал. Вот какой-то наглый. А, слушай, в прошлый раз точно так же сделал, кстати. Когда мы первый раз ездили. Я просто не могу до сих пор понять, как в этот ресторан, в который не могу понять, как в него заезжать. Слушайте. Так, слава богу, что ездили. Где припарковаться? Ну, это сейчас уже не август месяц. Да. Да. И меня там уже радует. А там вообще никого нету. Как здорово. Значит, недолго будем ждать. Спасибо.